АПЛОДИСМЕНТЫ Ты слышала? Золото подорожало. Это ж на сколько теперь мой ключик потянет? Это ты про тот ключик, который в ломбард снес? Бизнесмен хренов. Да я выкуплю, зуб даю. Зуб свой деревянный можешь и выкупать. А вот ключик действительно жалко. И вообще, что ты весь день дома сидишь со своим радиом? Сходил бы что ли хоть куда? Не знаю, пьероб проведал. Так был же месяц назад. Оградку поправил, памятник покрасил. Чего чистить-то? Ну я не знаю. Все-таки я вину чувствую. У нас на даче же это произошло. А нечего было возле работы еще пилорамы рукавами размахивать. Он сам виноват. Орал, не затянет, не затянет. А я ему говорю, спорим на косарь, что затянет. Вот. Косарь бы нам сейчас точно не помешал. И вообще, а что ты Артемона прогнал? Да что ты, запасался я? Чего? Ну не живут пудели по 40 лет. И не разговаривают. Там явно какая-то радиация была. Радиация не радиация, а щенки по 10 штук улетали. Во-во! И то, что щенки летали, меня тоже здорово настораживало. Настораживало его. Лучше бы ты сказал, на что мы жить теперь будем. А самое главное, где? Вот, что ты из коморки папы Карла выписался? Ходи теперь доказывай по судам. Родство полено с человеком. Ой, за что меня Толстой сиротой выписал? Я даже к матери уехать не могу. Ну перестань, перестань, моя дорогая. Все у нас с тобой будет хорошо. Это ты все в свое поле чудес веришь. Да. Верю. Было, но у меня один раз и еще будет. Я тебе твое поле чудес вообще никогда не прощу. Говорили тебе, бери деньги, а ты приз, приз. Вот нафига мне твой тостер? Тебе миллион предлагали. Ой, надо было за Карабаса замуж выходить. Там игрушки. Плетка. Плетка. Прям вся Татьянка в серу. Да нормально живем, Маля, нормально, как все. Нормально, как все, Буря. Толку от тебя только никакого. Был бы ты хоть из березы, мы бы по весне из тебя сок добывали. А так дуб дубом. Да я пихта. А я не про сорт. А кто говорил? Ой, хорошо, что у меня муж хвойный. Не надо свежитель в туалет покупать. Шутник. Ты лучше скажи, когда у нас с тобой хоть что-нибудь было. А я тебе сколько раз говорил. Давай съедем из Питера. Влажно мне здесь. Размакаю я. Мягчею. Ладно. Задирай рубаху. Олифить буду. Только в два слоя. Да знаю я. Алло. Да, да, я. Что случилось? Да, конечно, конечно, конечно. Конечно, ага. Да, да, да. Аккумулятор сел. Понял я, понял, понял, да. Отъеду, прикурю. Ага. Кто звонил? А ребята из нашей футбольной сборной. У них автобус застрял. Надо толкнуть. Знаешь что? Мы деревянные. Должны держаться вместе. Вот пойду, толкну и приду. Толкну, пойду, приду. Потом баня, пьянки, девки. Ну ладно ты, какие девки-то? А кто из Таиланда с термитами приехал? Ну что ты, ну было ты всего один раз. Было один раз. Да ты вокруг-то посмотри, глаза-то разуй. Вон, дуримар, 70% мирового рынка пиява контролирует. Лиса Алиса с Базилио контактный зоопарк открыли. Сверчок уже на скрипочке по переходам не играет сам. Нанял себе насекомых из Средней Азии. Они там у него пиликует и долю приносят. А у него мозг полтора грамма. Я тебе сколько раз говорил, прибей полку, прибей полку. А я тебе сколько раз говорил, не могу я гвоздь в дерево вбивать. Вдруг это тетка моя. И вообще, знаешь что? Вот надоело. Вот честное слово. Вот возьму, напишу записку, что ты во всем виновата. И засверлюсь. Че ты меня постоянно пилишь-то? На рынке сырья на 50% выросли цены на пихту. Это я тебя еще не пилю. Ой, малиночка, малиночка. Ой, не надо, малиночка. Ой, 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 малиночка. Продолжение следует...